Мир вам, братья и сестры! Приветствуем соседей наших! Когда хорошие соседи, это благословение или нет? Как вы думаете? А, это хорошее благословение, когда хорошие соседи. А когда соседи плохие, не дай Бог, чтобы мы такими были, да? Вот, то тогда думаешь, или чтобы они съехали, или чтобы ты куда-то съехал. Поэтому нужно жить всегда, стараться в мире, если по возможности, с нашей стороны, со всеми людьми. Кто-то сказал однажды, что верующие, они похожи очень часто на подводные лодки, которые вот так один раз в воскресенье, оп, и всплыли в собрании. А потом снова ушли на глубину. А кто-то всплывает один раз в месяц, ну-ка, до вечеря Господня. Ну, надо же прийти, чтобы не сказали, что я совсем не верующий, чтобы не отлучили. Нужно появиться, так сказать, чтобы показать, что я еще в членах церкви здесь нахожусь. Всплыл, а потом снова в суету жизни уплыл. Но, друзья, куда бы мы ни скрылись, и он оказался во чреве кита, и там Бог видел его. Видел? Во глубине морской. Вот куда бы мы ни ушли. И 138-й псалом нам очень красочно об этом говорит. Куда пойду от Духа Твоего? Куда? Никуда. Поэтому Бог нас всегда видит, везде видит. Молодые люди, подростки, дети, молодежь, папы, мамы, дедушки, бабушки. Абсолютно всегда и везде Бог видит, все знает и слышит, контролирует. И у Бога все на счету. Поэтому когда-то перед этим Богом нужно будет отвечать. А пока на земле мы должны учиться жить друг с другом. Это очень сложно, правда? И в этих несколько коротких минут я хотел бы один текст озвучить, который в Писании Иисус Христос когда-то жив на земле сказал. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 глава с 8 текста. Евангелие от Матфея, 23 глава с 8 текста. Итак, следующие слова записаны здесь. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слугой. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Кто не читал это место из Писания хотя бы однажды? Все читали. Смысл здесь не заложен в том, что не делайтесь учителями. Дело в том, что у нас один учитель Христос, который принес единственное верное учение с неба. Поэтому никто не имеет права на свое какое-то другое учение. Если человек это претендует, он отбирает эту часть у Христа. Один учитель у нас больше нет. Нет, мы все братья. Так мы прочитали. Все мы братья. Друзья, что нас делает братьями? Что людей делает братьями? Что делает братьями людей? Что? Наличие одного отца. Принадлежность одной семьи. Одной крови. Но иногда бывает так, друзья, что люди, называясь братьями, не живут по-братски. Бывает так? Очень часто. И очень часто даже родные братья или сестры между собой не общаются годами. Говорят в народе, ну в народе говорят, черная кошка пробежала между ними. Что-то не поделили. Знаете, как те два брата, которые папина наследство после смерти не поделили. Один пришел ко Христу, помоги Иисусу в решении этой проблемы. Братья не смогли по-братски поступить, поделиться. Не смогли. Вот иногда бывает что-то. А вот это мелочное очень часто вынуждает людей, называясь братьями, не быть таковыми. Вот потому и Соломон однажды сказал, что иногда, то есть это не система, не всегда, но иногда друг бывает более привязан, нежели брат. И как брат явится во время несчастья. Иногда очень часто, друзья, что люди, называясь братьями, не имеют братских отношений. Иисус Христос сказал здесь очень четко, все же вы братья. Это говорит о том, что один у нас в этом девятом тексте Отец, который на небесах, который дал нам право быть рожденными в его семью. И потому мы имеем право называть сегодня друг друга братьями и сестрами. А если это так, то мы должны и жить как братья. А как живут братья? Ну, братья живут по-разному, правда? Иногда между братьями бывают деловые отношения. Отношения деловые, это в мире такие, друзья, но не у братьев. Знаете, когда вот такая вот эта пластмассовая местная улыбка, без чувств, без сердца, без интереса, без участия в твоей жизни. Потому что так надо. Натянул, а потом снова эти мышцы вернулись в обратную. Сердца нет, отношений нет, любви нет. Там вопрос бизнеса или денег, какие-то деловые отношения. Друзья, основа всегда братских отношений, это всегда любовь. Всегда любовь. Основа братских отношений, всегда любовь. Потому что без любви это всего лишь буква. Без любви, братья и сестры, это не дух. Любовь, она сможет покрыть проступки моего брата. Даже тогда, когда он семь раз в день против меня согрешит и придет, скажет, каюсь, если в сердце отсутствует состояние любви к моему ближнему, как к своему себе, я никогда не смогу его простить. Поэтому, братья и сестры, нас очень часто по-братски тоже подставляют. Не так ли? Вы испытывали это в себе в жизни? Я да. Нас иногда по-братски, знаете, обманывают. Братья, к сожалению. А нас иногда по-братски разводят, как я говорю. Очень часто, когда человек имеет какой-то бизнес, он не видит в человеке брата своего. Он видит кого? Ну, клиента, правда? Вот представьте, если кто-то из вас занимается, к примеру, там, компанией Amway или еще что-нибудь. Ну, вы же приходите в церковь. Это же поле, правда? Прекрасное поле. Кому-то, ну, зубную пасту эту предложить или порошок. Кому-то кастрюльки, кому-то пылесосик, кому-то еще что-нибудь. Каждый видит в братке кого? Прежде всего, брата или клиента. И я не хочу, чтобы вы продали мне дешевле. Я хочу, чтобы вы продали мне качественное. И когда ты тянешь этот фрейм, может быть, кто-то здесь есть. Или когда ты делаешь вкладку, ложишь плитку. Я не прошу, чтобы человек этот сделал, потому что он брат мой во кресте с одной церкви, чтобы он сделал мне дешевле. Нет. Я хочу, чтобы он сделал это качественно. Я хочу, чтобы если он покрасил, то качественно. А если он мне хурму предложил, то не гнилую, по-братски поступил, чтобы это было по-братски, потому что все же вы, братья, это делает любовь, когда в основе стоят не деньги, не бизнес отношения, а в основе стоит любовь, потому что мы же помогаем друг другу, не так ли? Кто-то мебель сделает, кто-то другое, кто-то пятое, мы должны чувствовать нужду в друг друге, так живут братья. В первой книге царств, друзья, первой книге царств, одна потрясающая история, которую все мы знаем практически наизусть, даже дети читали, 18 глава, с первого текста. Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, и заметьте как, как написано было в законе, ближнего твоего, как, как самого себя, полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Братья и сестры, полюбил его, как свою душу, как мы любим себя. Есть здесь люди, которые себя не любят? Не думаю. Почему? Потому что и в баньку сходим, и пострижемся, и погладимся, и на Гавайи съездим, и круиз возьмем, и куда-нибудь в сауну пойдем, и отдохнем, и массажи, и многое другое. Все это мы себе, мы любим себя очень сильно. Дрожим за свое здоровье, таблеточки, укольчики, врачи там, настойки и так далее. Почему? Мы любим себя очень сильно. И человек, который делает себе зло умышленно, кто этот человек в наших глазах? Это человек, у которого нарушена психика. У которого не все нормально, говорим, с головой не дружит. Потому люди, которые любят себя, они никогда не делают себе зла. Тогда почему же мы иногда это зло делаем нашим ближним? Братья и сестры, основание любых братских отношений, любых братских союзов, основание всегда любовь. Мы прочитали в этом тексте, что Иоаннафан полюбил Давида, как свою душу. Ох, если бы мы сегодня так жили. Если бы человек, который рядом сидит, а ну посмотрите вправо или влево. Кто рядом с вами сидит сейчас? Скажите, вы можете в сердце сказать своем, я его люблю, как свою душу, как самого себя. Себе ничего не жалко. О чем это идет речь? Когда присутствует в сердце или в отношениях любовь, тогда она открывает дорогу, любовь открывает дорогу жертвенности. Посмотрите, мы прочитали в четвертом тексте. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем и отдал ее Давиду. Так же и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Иоаннафан, разве тебе это не надо? Надо. Разве тебе не нужен меч? Нужен. Разве тебе не нужен лук? Нужен. Пояс, одежда? Нужно. Друзья, что такое жертвенность? Жертвенность это тогда, когда тебе нужно эта вещь. Не тогда, когда у тебя их 10 и ты отдаешь. Это не жертва. Жертва, когда это тебе нужно самому. Но ты понимаешь, что в этот момент твоему ближнему это нужнее. И ты отрываешь от себя. Я сейчас мог бы быть в доме своей семьи. Я сейчас мог бы быть в своей церкви. Я сейчас мог бы быть в теплом и уютном месте. Но сегодня я стою здесь. Почему? Потому что это жертва. Это в Писании называется жертва общительности. Когда мы ее приносим, Богу это приятно. Когда ты отрываешь от себя и не так, знаете, с натяжкой. Вот так скрипя душой. Вот так сквозь зубы. Ну все, ладно, некуда делать. А когда ты делаешь это как? Доброохотно. Когда оно идет из твоего сердца. Почему? Движет любовь. Любовь, она открывает ворота. Открывает жертвенности. Потому что когда Иоаннафан полюбил Давида как свою душу, он открывает эти ворота, любовь. И он снимает одежду. Он отдает лук, он отдает пояс, он отдает меч. Он готов со всем расстаться. Почему? Он его полюбил как своему душу. Почему? Потому что, друзья, Писание говорит, что без любви слова наши остаются просто словами, когда они не превращаются в действие. Любовь это всегда поступок. Любовь это всегда действие, это всегда свершение чего-то маленького или большого. Иначе она выдыхается и превращается только в слова. И когда муж будет говорить жене своей, что он ее любит, но ничего не будет делать, на работу не будет ходить, только будет говорить, милая, люблю, дорогая, люблю, что я ей пользуюсь этой любви. Ничего. Это любовь только на словах. Любовь, которая подтверждается в деле, она жертвенная любовь. Поэтому к такой любви Писание нас призывает, если мы друг к другу братья. Братья и сестры, очень часто мы поем в песнях, да? Я всегда говорю, что поем очень часто неправды. Ну все тебе я отдаю, такая знакомая до боли песня. Ну, а когда честно, Господи, ну не все. Ну не все. Честно, не все, Господь. Да, например, «Весь тебе принадлежу» и так далее, что там «Не хотел бы я бесплодным» и многие другие, очень много песен. Друзья, Авраам любил Бога? Любил. И когда потребовалось от него что-то, что он сделал? Он взял и отдал. Почему отдал? Потому что Бога любил. Вот тогда и не жалко, когда любишь. Но когда, будучи мужем, ты заходишь в магазин и торгуешься сам собой. Какой же взять букет жене за 12 или за 13 долларов? Друзья, это не любовь. Когда ты торгуешься сам собой за один доллар и любимому человеку, это не любовь. Любовь, она открывает дорогу жертвенности. И тогда ближнему твоему, любимому твоему не жалко ничего. И даже самой жизни. Доброход надающего. Говорит Писание, что любит Бог, когда это от сердца, когда этим движет любовь. Брату не жалко. Более того, брату никогда не отдают в рост верующие люди. Друзья, кто одалживает деньги? Брату. Брату никогда не отдают в рост. Не отдают под проценты брату. Иноземцу можно было. Пришельцу или там другим иноплеменникам можно было. Но брату нет. Брату нельзя отдавать в рост. Так говорит Божье Слово. Брату нужно помочь в нужде. Потому когда разные сословия материальные есть в церкви, и тогда так было. И Павел учил Тимофея богатых. У кого что-то есть больше, чем у другого, ты их увещевай. Чтобы эти люди какие были? Чтобы они были добрые. Чтобы они по-братски жили. Чтобы мы были щедрыми. Чтобы они были общительными. Чтобы они были простыми и доступными. Это делает любовь. Она делает нас братьями в одной семье у Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, когда братья живут по-братски, когда братья любят друг друга, тогда братьям ничего не жалко друг для друга. Более того, когда мы перевернем одну страницу, первой книги Царств, 19 глава, 4 текст, посмотрите. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему». Люди, которые любят друг друга, поверьте, они будут стараться в любом обществе говорить друг о друге. Плохое или доброе? Доброе. Если ты, будучи мужем, в компании своих друзей, говоришь что-то плохо о своей жене, поставь под вопрос свою любовь к ней. Если, будучи жена, попадает в компанию своих подружек, начинает сливать всю информацию о своем муже в ненужные уши, поставь под вопрос свою любовь и искренность отношений. Любовь, она будет стараться всегда, при любых раскладах, в любом обществе, в любой компании, говорить о любимом доброе. Вот почему, братья и сестры, Писание очень часто предупреждает, что братья, не злословьте друг друга. Это не говорит о том, что мы плохие слова говорим, что мы обзываем друг друга, унижаем, нет. Писание говорит, что не клевещите друг на друга. Писание говорит, что не сетуйте, братья, друг на друга. Другими словами, не доставайте, не ссорьтесь, братья, не угрызайте, не съедайте друг друга. Почему? Вы же братья. Братья не должны так жить. Братья не должны так поступать. Братья и сестры, вот в этом перечне, что я сказал, ссоры, клевета, злословие, угрызения и так далее, что общего всего этого в этом списке? Что общего? Слова, язык общий. Все это результат того, что делает наш язык. Когда люди любят друг друга, когда они братья, они будут стараться говорить друг о друге добрые. Злословить, это не всегда говорить плохо. Это очень часто, друзья, говорить правду, но со злой целью. Не в том месте, не в той интонации, не с теми мотивами. Это говорить правду, это будет правда сто процентов об этом, братья. Но зачем ты эту правду сейчас сказал? Кому она нужна? Что ты хотел этим доказать? Братья, они будут стараться говорить друг о друге добрые, как мы прочитали это про Енофана. Поэтому кто не клевещет языком своим, кто не распространяет слухи и сплетник, кто не говорит даже полуправду и даже правду, там, где не надо, эти люди могут по праву называть себя братьями. Писание говорит в Евангелии, послание Ефесянам, посему отвергнувший ложь. Друг другу говорите всегда истину друг о друге. Не говорите неправды другим. Не говорите правды со злой целью. Не ищите свободные уши. Не делайте кого-то помойной ямой, куда бы вы могли прийти, слить все на вашего ближнего, все, чем обладаете, все, чем богат интернет и социальные сети. Не нужно. Зачастую очень хорошее говорят где? На похоронах. Доброе говорят на похоронах. Вот, друзья, бы нам так жить, чтобы доброе друг о друге не ждать похорон, чтобы говорить, а чтобы говорить при жизни. Саул, отец Иоаннафана, когда встал вопрос, кто же Давид, что нужно, Иоаннафан встал на защиту своего друга, своего брата, потому что полюбил его, как свою душу, и говорил о нем доброе. Писание говорит нам часто, что слова наушника, они как лакомства, входят во внутренность чрева. Я не хотел бы, чтобы мы были такими людьми. 20 глава, это же первая книги царств, еще один текст, 41, посмотрите. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, и трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. Братья и сестры, любовь делает нас чувствительными, не сентиментальными, заметьте, это разница, любовь делает нас чувствительными. Есть разные слезы, есть люди, слезы обид, слезы досады, есть слезы побед, поражений, есть слезы встреч, разлук, даже есть слезы покаяния, слезы мужчин есть, слезы женщин. Но если его боль становится моей болью, то тогда мы братья. Но если его боль не становится моей болью, весь вопрос, братья ли мы, страдает ли один член, страдает с ним все тело. Если в этом теле мы находимся, мы должны ощущать эти отношения, привязанность друг к другу, нужду друг в друге, пользу друг друга. Мы должны ощущать благословение друг к другу, если мы братья. Братья и сестры, так должно быть. Братья, если нужно, плачут вместе. Когда кто-то упал или оступился, когда у кого-то что-то не получилось, когда какая-то потеря, братья находят в себе силы, мужчины находят в себе силы, чтобы поплакать друг с другом. Написано так, что плакали оба, плакали вместе. Это делает любовь. Она растапливает вот эти, знаете, глубины души черствые, вот такие бетонные. И делает нас чувствительными к боли других людей. Давид находился в бегах. И Анафан это прекрасно понимал, что, может быть, это была последняя их встреча. И больше никогда на этой земле они не встретятся. В этом же тексте сказано так, что Давид пал лицом своим на землю. Друзья, Давид был воин. Давид был воин не с маленькой буквы. Это был человек, который догонял льва и медведя. Это был человек, который пошел на Голиафа. Это был человек, который был бесстрашен в сражении, в любом. Перед ним стоял Анафан. И он понимал, что братья, им не стыдно смиряться друг при другом. Им не стыдно унижать себя. Мы прочитали с вами в этом тексте, что тот, кто унижает себя, он будет возвышен. Но тот, кто возвышает себя, он унижен будет. Любовь, она не что превозносится. Любовь, она никогда не будет почитать себя выше другого. Она посмиренно мудрее будет почитать другого выше себя. Она никогда не гордится. Очень часто мы говорим, он кто такой? Он кто такой, чтобы я подошел к нему, попросил у него прощения, чтобы я смирился, признал себя виноватым. Кто он такой? В наших глазах он никто. Но в Божьих глазах он его дитя. В Божьих глазах он номинант, Антон, брат твой. В Божьих глазах. Хотя очень часто, что мы не считать будем его из-за брата Иенофан. Иенофан, будучи сыном царя, он не посчитал себе за какое-то умножение плакать вместе с Давидом. Может быть, встать, обняться на колени, поплакать с другом. Иенофан не считал это за какую-то низость. И Иисус, он смирил себя. Он не считал это каким-то унижением для себя, будучи Богом. Оставил славу неба и пришел в этот мир, приняв образ раба. Почему? Потому что им двигало одно. Двигала любовь ко мне и к тебе. Братья и сестры, может быть, очень часто мы хотим признания в нашей жизни. Иногда братьям мало, что их просто называют и чувствуют их братьями. Иногда этим братьям нужно не просто брат Ваня или брат Иван. Этому брату очень нужно, чтобы вспомнили и папу его еще. Иван Петрович. Вот тогда этот брат уже брат. Так вот, знаете, веский, солидный. Он же понесло этого брата. Почему? Петрович приклеился туда. Иногда братьям просто мало быть братьями. Просто мало им нужно. Ведь, друзья, уважение не заключается в том, как я тебя назову, а как я к тебе отношусь. Уважение заключается в том, как я к тебе отношусь. Но я могу сказать, знаешь ты, Иван Петрович, какая же ты? И я могу все это сделать, но братья так не живут. Братья не смиряются друг при другом. Последнее, братья и сестры, что хочу сказать перед нашей молитвой. Что братья, они уничижаются, они унижают. Братья, они уступают дорогу, а не перекрывают ее. Братья, они останутся обиженными, но постараются не обидеть. Братья, это не люди мундира. Это не люди званий или погон. Это те люди, которые способны видеть в других братьев. Это делает любовь. Это последний момент, на кочерах хочу обратить внимание. В 20 главе, в 15 тексте сказано так. А если я умру, это говорит Иоаннафан, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Братья и сестры, о чем это говорит? Если люди и братья, они будут находиться в союзе верности. Для меня это словосочетание очень сильно, очень сильно звучит. Союз верности. И когда это случилось, когда, я не буду читать за неимением времени этот текст, когда не стало Иоаннафана, и когда стал вопрос, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула, я бы оказал ему милость ради кого? Ради Иоаннафана. И вот здесь, из истории всплывает этот человек хромой на обе ноги, которому мог бы он отмерить земельку где-то там в колене Дановом на севере, где-то там ему акров 10 или 20, и поставить ему слуг, служанок, дать ему стада, дать ему охрану и многие другие вещи. Но не так делает любовь. Любовь, она садит этого хромого ради верности, ради дружбы, ради любви. Она садит этого хромого за один стол. Друзья, а так поступают братья. Мы сейчас будем молиться. Говорят в народе так, что старый друг, а лучше новых двух. Помнится ли добро, которое сделали нам? Или которое сделали мы? Помнится, конечно. Скажите, но помнится ли зло, которое сделали нам? Или сделали мы? Добро помнится. И Давид, убегая от Авесолома, друзья, Давид, убегая от Авесолома, пришел Маханаим. У Маханаима был человек старый, но богатый, нежадный. И он хотел помочь чем-то этому царю. Имя его Верзелей. И когда Давид возвращался в Иерусалим, он встретился снова с этим старцем. Говорит, Верзелей, я помню. Я помню очень сильно и хорошо помню, что ты сделал мне. Это добро, которое ты оказал мне, я хочу вернуть. Я хочу воздать тебе. Пойдем со мной. Верзелей говорит, нет, Давид, я очень стар. Пусть пойдет мой сын с тобой. Друзья, добро возвращается. Если это сделано от сердца, из любви, Бог его возвратит. И этот союз верности, который оказал Давид дому Иоаннафана ради любви и ради дружбы с этим человеком, он был благословением для дома Давида. Итак, друзья, основанием любого братского союза всегда в основе стоит любовь, которая открывает дорогу жертвенности. Братья плачут друг с другом, если нужно. Братья смиряются друг при другом. Братья стараются говорить друг о друге добрые. И братья находятся всегда в союзе верности. Они не должны быть способны на предательство, поставив нож в спину. Итак, друзья, если мы братья, если мы действительно братья, давайте жить по-братски. Аминь. 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 Аминь.